Какой у тебя разряд повара? Крутись, вертись, поехали! Спасибо тебе огромное, спасибо! О, там, да? Ты взял через запуститель? Опа, Чингисхан, во! А перед началом данного ролика хочу рассказать вам про один хороший канал. Дюмьян и Гений, там всё как мы любим. Кулинария, электроника, забавный видеоблог о съёмках видео и о многом другом. Буквально каждый видосик пропитан юмором чуть больше, чем на 100%. Так что с ними точно не соскучимся. Кому не сложно, давайте поддержим ребят подпиской. Все ссылочки в описании. Ну а мы погнали! Что, ребята, всем привет, как и обещали. Ролик предыдущий набрал тысячу лайков, там даже уже слегка и побольше там. Спасибо, ребят, кто ставил лайки, спасибо огромное. Кто ставил мне лайки? А, блядь. Ну что ты вот, как собака, знаешь, тяп-тяп-тяп-тяп-тяп, блядь. Что ты? Привет, ты сейчас, я посмотрю, ты будешь тяп-тяп-тяп-тяп. Кто ляпнул? Ну что, ну придётся как-то выкручиваться. Сегодня мы попытаемся сделать то же самое, что мы в предыдущем ролике делали. Там было на 200 рублей закуска к водочке. Но сегодня будет закуска на 50 рублей, также к водочке, ребят. Вот ты понимаешь, что на 50 рублей практически ничего не взять? Вот ты понимаешь, что если мы сейчас не приготовим и не выпустим вот этот ролик, ну ты не выпустишь. Я-то ладно, я скажу извините, спасибо за подписку моего канала и всё, максимум. А ты лох. Ты сейчас должен приготовить шикарный стол на 50 рублей. Шикарный, блядь, стол на 50 рублей. Ты знаешь, что такое 50 рублей? Как вы на меня смотришь? Андрей, честно, я знаю, что такое 50 рублей. Ребят, я знаю, что это 50 рублей, поэтому я подготовился. Вот есть 50 рублей. Как вы всё время говорите на стримах, да, мне много пишут, типа, а где этот ваш знаменитый контент-мейкер? 50 рублей тебе в руки, держи. Идём закупаться. Какой у тебя разряд повара? Уже 37-й. Крутись, вертись, поехали. О, пошёл, где 50 рублей у тебя? Возьми в руки его и иди с ней в руках, с этими 50 рублями. Просто мне на чё не хватает. Да вот эти вот эти вот. Посрезаем, да? И просто на кассу. Просто даже за это не посадят, понимаешь? Так, погоди, вот чё-то более-менее. Вот сколько она стоит? Одну по-любому надо взять. Одну по-любому. О, 6 рублей. 5,80. Что это? Готовый завтрак? Давай его пожарим, помоем там, сварим. Да это шляпа полная, Андрюх. Ну вот по старой схеме возьмём такой уже срок дружбы, да? Пойдёт. 15,70. 15 хлебцы. Я, знаешь, что подумал? Здесь же есть масло и приправка. Мы хлебцы обжарим, блядь. На масле и приправке. Хрустеть будут. Да, сегодня мы без этого. Там спросили, пакет нужен. У нас 50 рублей. 30,40. Вот. Нафига ты ворон 3,4 рубля, Андрюх. Да, мы просто здесь не можем. У нас здесь нету то, что нам надо. Да? Мы поедем в Норильский. Норильский? Да. Короче, куда-то едем в другое место, получается. Мы и в другой магазин, там, где у нас осталось, смотри, 5, 10, 5, 16 рублей. Три диски. Две? Да. Две, давай, ага. Так, морковку, наверное, да? На берем она морковка. Надо. Надо морковку. Один огурец. Один огурец. Давай. Ну, не ручай. Надо срочно. Вот такой вот один огурецчик. Завешивается он, нет? Ну, вроде вешается. Потом ты... Нет, нет, это же отдельно. Цена отдельно. Нам все надо в копеечку. Да все, я как буду, дари домой. Ты смотришь? Серьезно? Ты все. От души. Спасибо тебе огромное. Спасибо. 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 О, Виталий, ребят, просто подарили нам. Нам осталось сюда, смотри. Давай еще раз зайдем. Просто, видите? Просто чувак взял и подарил. Две редиски и огурецик, смотри. Ну, это что там, вот? Слушайте, просто нормально все. Красава, ребят. Вообще, чувак, круто. От души тебе респект. Пойдемте. Говори. Нет, стыдно, я хожу в этот магазин часто и поэтому... Стыдно тебе, да? А что стыдно, вот если у тебя всего 50 рублей было, Андрей? Так. Ух. Ну и только меня не надо. Не-не-не, Андрей, Сима. Ну что, мы мужем найдем тебе? Не надо мне уже. Что? Да без генка? Нет. Да почему? Есть уже? 5-20. Вообще огонь. Итого? 3-80. 3-80 рублей. 7 рублей у нас. Что можно взять на 7 рублей? Укропчика. Ну, завешивается вообще, нет? Да. 80 копеек. Офигеть. Я тоже думаю, что у них нормально, так что это нормально. Все. 15-20. 15-20. Все. В общем, потратили мы 49 рублей, ребят. Это с учетом того, что нам две редиски и огурец по, да, рилк-чувак, за что я ему огромный респект. Ну все, сейчас идем домой, не знаю, что сейчас будет делать шеф-повар у нас 37-го разряда, уровня, там, этажа какого. Что там у тебя, а? А у тебя? Я не повар. Гарный стол на 50 рублей. Я сейчас просто представляю, что ты видишь, у тебя там просто икра красная черная, а они видят эту хуйню. Нет, представь. Я тебе говорю, представь, что... Готовить можно или не готовить? Да, похуй, пусть так, давай водку поставим, нажремся и все. Вот оно, да? Да. Вот оно что. Как бы... Рассказ, Андрей, что это вот такое вот, давай. Ну это бутерброд с картохой. Бутерброд с картохой, там между картошкой сыр, ребят, который мы взяли, дружба, да. Дальше здесь у нас лапша с луком, обжаренный лук, и сверху посыпали на укроп. Размешай, перемешай. Сейчас гриб пробую, что. Дальше у нас огурчики, жалко соли нет, ребят. А, у нас же этот, приправа от... Я тоже сам посыпал, да? Лук, редис, и также сыр и хлебцы, то есть вместо хлеба, ребят. Ну что ты? Всем привет, привет, привет. Чё, чё, едем в Красноярск, ребят, чё? Вы Лысого видели? Мне кажется, Лысого уже все видели. Уже сколько дней до прошло после того. Ребят, в общем, всем привет. Просто так взяли, собрались в Красноярск. Помните, мы обещали сделать ролик на 50 рублей, закуска под водочку. Мы решили все это переснять. Лайфхак, закуска под водочку на 50 рублей. Разряда повара. Какого-то разряда повар? 36-го. А тот раз был 37-го. Понизили. Так как я узнал, что мы поедем в Красноярск, поедем на поезде, я вообще выдумывать ничего не стал. Готовим закуску на 50 рублей. Дошарак, у тебя же есть там. Сейчас, сейчас, сейчас. Короче, по акции, ребята, купили дошарак, я смотрю, 19 рублей. Как всегда, сырок. Сыр 12 рублей. Терешки. 8 рублей. Сосиску, ребята. В этот раз мы взяли мясо, да. Сосиска вышла на 9 рублей. Хлеб, но это сухари, ребят, за 4 рубля. Да. Как закусить на 50 рублей в поезде? Короче, Серега, ты взял что-нибудь закусить? Ты что-нибудь пожелать взял? Не знаю, может, у меня есть помидорка, да, в ВС могу подогреться. Что-что-что есть у тебя? Вообще ништяк. Я говорю, мне будет стыдно. Покажи. И все? Ты такой, блин? А майонез? Майонез вообще ничего. Майонез есть? Бля, ребят, ну в этот раз у нас есть майонез. И мы уложились в 52 рубля, ребят. 52 рубля. Вообще, прям как мы любим. Провансаль белый. Нельзя показывать? А пожрать-то мы взяли что? Конечно. А где? Нет, это мы... Ребят, у нас еще один человек не будем, не хочет. Вот. Но, Андрей, какую водку ты взял в этот раз? Кстати, мужики, сегодня вот реально ушел в магазин и увидел монгольскую водку. Белку они из вас пытались? Бля, тебе опять что-то придумывать начинать. Ну, какую монгольскую? Я отвечаю, это просто импровизация. Я, как обычно, зашел в магазин и смотрю монгольская водка. Монгольская, типа с Монголией. Я взял монгольскую водку. Бля, нет. Самому интересно становится. Он просто каждый раз что-то экспериментирует. Алтан. Короче, как прочитать? Да, подожди. Да, как прочитать, прочитай, я даже не знаю. Вы знаете, Алтан. Алтан Титян какой-то, нет? Там по-русски вообще написано. Да. А сколько градусов? А сколько градусов? Короче, просто монгольская водка. Написано 38 градусов. В смысле, не 40, а 38 с половиной? Да, 38. И больше я тебе скажу. Не, я ни разу не пил. Короче, ребят, кто пил монгольскую водку, напишите в комментариях, не пилили вообще как. Живы, здоровы, нет? Кроме водки, что ты еще взял, Андрей? Я просил тебя... А что ты не спрашиваешь, почему я взял монгольскую водку? Потому что я... Я уже тебя спросил, ты сам ответил. Я с монголом выходил в магазин, говорю, Олежа, говорю, что будет? Говорю, давай монгольскую. Я говорю, давай нормальную. Говорю, вот это нормальная. Все свои взял, признал. А я на самом деле, вот, просто, я просто знаю, как ты, вот, пошел выбирать водку. Ты, несмотря, блядь, взял с витрины вот так, и все. И сейчас в ее больше стеснях, что это монгольская водка, да? Короче, еще я... Ну, попробуй, попробуй. И пиво монгольское взял. Ты пил, хоть раз пиво? Нет, я вообще монгольскую продукцию ни разу не пил, не ел. Чингисхан, о, зашибись. Ну, в общем, у меня две. Две. Нас выгонят, нас больше с собой никогда не посадят в поиск. Потому что мы будем сейчас открывать... Андрей, ну нам надо было ролик заснять на 50 рублей. Мы обещали. В раку. Обещали, обещали. Уважаемый РЖД, исключительно вы... Это вода, а это чай. Честно словом, это не то. Фильм, здесь все актеры, профессионалы, снимается все это для нас. Ну что, попробуем? Нет, ты хоть раз вообще закусывал, я не знаю, водку дошираком, Андрей? Я сейчас, я не знаю, я не пробовал, но нам надо этим закусывать, потому что у нас больше ничего нет. Андрей, давай меняю водку на котлету, мне дальше ехать, а я забыл доширак. А жена котлет положила. Вот, ребят, нам сейчас вообще уже просто не поверят, что... Одна котлета и один доширак. Что, ребят, меняемся? Меняемся. О! Это котки. Одна наша. Одна наша. Одна наша под закусочку. Под водочку получается, да? Знаешь, что? Мы потратили 50 рублей. Понимаешь, как это шикарный стол? Сейчас, походу, он и будет шикарный стол. Конечно. Ну, посмотри, у нас уже есть пирожки, котлеты. Ну, ребят, лайфхаки в жизни никто не отменял и... Конечно. Дети вкусно... Все, не пиздись, давай наливай уже, давай быстрее. Я хочу сделать закуску. Кто будет пить, все пьют? Постопочек. Попробуем. Попробуем. Какую водку он взял. Ну что, Андрюха, наливай, давай уже не томи. Что, полную? Вот, стой, и тут. Прятать надо. Уважаемый РЖД, напоминаю, это вода. Но только для РЖД. Мужики, к столу. Ну что? Так сказать, давайте за знакомство. И все это, закусочка, подводочку за 50 рублей. Слайп. И фхаками. Опа. Будем. Пожалуйста. Опа. Опа. Ну что, ребят, давайте за вас, за всех. Спасибо, что смотрите, поддерживаете. Без вас бы мы ничего не снимали. Спасибо за лайкосик. Спасибо, ребят. Пахай. Неа. Вот от разно нормально воду взял, кстати. От нее этой нету. Возбрата. Отрыжка вот этой. Ну что? Вот это я заметил. Алтин Туру называется водка. Ребят, хотел бы у вас спросить, что бы вы смогли приготовить, закусить на 50 рублей. Если кто-то осмелится приготовить закуску на 50 рублей, отмечайте. Водочку или подводочку. Подводочку. Закуска под водочку 50 рублей, либо там просто. Ну я не знаю, на что у вас фантазия работает. Отмечайте Радыгина Кубатура в Инстаграме, Ватоклассиках. Можно в личку в ВКонтакте слать, мы даже соберем потом ролик. Да. Именно про вас мы просто скажем. Если у вас получится закусить и сделать закуску на 50 рублей, прям ребят, реально, мы просто, я не знаю, похуй. Мы заканчиваем эту съемку, поезд, чуть-чуть выпивали, закуска у нас есть. Поезд едем в Красноярск, Гришка не знает о том, что мы едем, мы его чуть-чуть маленько подъебем, пранканем, так сказать. Но он этого еще вообще не знает и вообще не в курсе. Он только вчера от нас уехал. Как бы... Смотрите дальше. Пей, что, пей давай. А ты типа не пьешь. Опа. Кому-то надо снимать. Поехали. Серега, на 20 рублей уже газировки твои выпил. С монетизацией. С монетизацией вернешь. Никогда. 20 рублей никогда. И вот этот пирожок 4 рубля. Да. В школе. В школе. Мы сейчас ограбили школу. Там капуста только на... Он пустой. На 50 копеек, нет? Почувствовал, он вольту растаял. Как мороженое. Да, а котлетки, котлетки школьные, ребят, очень вкусные, кстати. Они не школьные. Где-то там столовая. Как бы. Ладно, ребят, смотрите, не подключайтесь, дальше будете интересней. Намного. Потому что Андрюки не будет. Куду я. Все. Давай. Так, три, два, раз. Подожди, стой. Давай, крути ее, бах, обстал. Давай, три, два, раз. Раз, мы где-то так успели. Я не с ним. Я не в Красноярске. Находимся мы в Красноярске. Чисто по приколу приехали сюда чисто разыграть Гришку. Он вот был у меня, да, все знаете, он оставил сникерсы. Но мы привезли ему сникерс. Сейчас вот найдем, где он живет. Где-то у меня есть адрес. Отдадим сникерс и обратно поедем домой. Все. И что мы не спим? Привет, всем привет. И что мы не спим? Приветствую. Что не спишь? Я только окремался. Кто это хоть, представь. Ой, блядь. А ты заебался. Мы тоже после ночи. Вы-то после поезда. Андрюха всегда напосил. Ребят, это Димка. Ник его рядом, который. Привет, он нас встретил. Время у нас 7 часов утра. Что-то не спит. Кстати, вовремя вообще 7 утра, потому что я до 5 утра поспал. А то, что в поезде, блядь. Короче, покорим мы будем и поедем Гришков. Что заигрывать. Так, да я тут дверь мне кажется, хоть ты ее дергаешь, блядь. Давайте попробуем, что это за визит. Кот сейчас подберем. Слышь, ты что, блядь, вай-фай взломать тебе, или что? Это подсудное дело тебя посадят. Что не получается? Уже час. Бать, ты шутник, нахуй. Да. Дергай дверь, ты нахуй стыешь. Лоб наставай, Димас. Да, 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 ну ты не можешь. С косяком вырежешь, сейчас просто, блядь. Я Гришин. Он сейчас, блядь, сам откроется. Ты вот раз так открывал вообще? Пробил? Или ты в интернете посмотрел и думаешь, что это работает? Че? Печет кто-то. Чтобы вы понимали, сейчас кубатура набирает левые какие-то квартиры и пытается в воскресенье в 8 часов утра, чтобы нам отрили домофон. Мое, блядь. Теперь ставьте на паузу и пишите в комментариях. Получим мы пизды. Ну и че? Отрывай, блядь. Слышишь? Да, блядь, сейчас время перед 8 часов уже, Андрей. Сейчас по-любому кто-нибудь откроет. Сейчас, может, Димаского там найдет. Я хуй его знает. Ну как оно сделать? Житейской. Слышишь? 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 Чи-балый ты постановщик. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Я так вот думал, что он дебил. Мы не слипись, ты забыл его. Ты забыл его, держи. Гриша, не уезжай, пожалуйста. Возвращайся домой. Пожалуйста, возвращайся. Поехали. Поехали. Мы уже 12 дней прошло. Сникерс видишь? Мы вообще думали, что на пол положить тебе его. Ты выйдешь в Сникерс, сожрёшь и домой зайдёшь. Ну, заебись. Вот Сникерс, блядь. Сейчас тебе привалило. Нажимаем, конечно, она ругается. Она вообще не поняла, да, думает, что за хуйня. Ты рад, что мы приехали к тебе? Поехали, поехали. Теперь мы у тебя будем жить 3 месяца. Настроя. Настроя. А тут приедем. Чего ты, блядь, конечно-то? Да тепло на улице. Не получилось сейчас Гришку. Гришку разыграть не получилось. Ну, Сникерс съел. Как бы не позвонил, Гриша бы не открыл, да, дверь? Ты бы не открыл? Нет. Почему? Ну, мама, я же курдил у мамы. А что, вы не открываете, да, к этому маму? В смысле, хоть кто приходит, похуй. А если пицца? Ну, если пицца, по запаху. О, пицца. Да.